так загрузила видео и это я жарю картошку и котлетки свои и рыбы еще остался филешка кусочек надеюсь я это разделю на два раза потому что конечно дома я начинаю жрать больше чем если бы со столовой приносила короче сегодня у меня меня просто памяти в телефоне не хватает и короче приходится вот это снимать частями сегодня я проснулась и сразу зашла в интернет на OLX мне пришло уведомление пришло сообщение типа я же там стол массажный продаю за 3000 видео оставлю под под этим видео на обзор стола и короче пришло уведомление отправляются наложенным платежом я такая думаю сначала обрадовалась думаю ну ладно отправлю а потом такая поразмыслила думаю ну если человек хочет купить он должен удостовериться что мне можно доверять и тогда он как бы это купит а если человек что-то задумал неизвестно что то конечно лучше с ним и не связываться в общем я написала сообщение длинное что типа здравствуйте я отправляю после оплаты на карту привата или ащата если вы делаем недоверие то у меня есть я общественное лицо ну можно сказать так мне есть канал ютубе мне есть социальная профиля которая с 11 года и вы можете посмотреть подписаться также могу говорю выйти в прямой эфир и дать вам ссылку там есть в ю тубе такая функция дать ссылку одному человеку и я вам покажу этот стол в реальном времени и отправлю потому что знаете почему я в наложенном платежом не хочу потому что есть риски во первых человек может не прийти банально тупо может кто-то дурканул пошутил за доставку вы тогда оплатите туда и назад а это же не легкая штука во вторых человек может прийти посмотреть распаковать попыркать носом а зачем мне чтоб там лапали чужие руки таскали где-то я же не знаю кто там будет за ним следить никто за ним следить не будет он будет сам стоять и распаковывать и ну мало лишь он там сделает я же не могу это может возьмет порежет его искать а он был порезанный да ну то есть я не доверяю такому тем более это не маленькая кофточка и легенькая что можно сумочка там это стол массажный и потом может он допустим распакует сказать ну там какой-то недочет так я давайте заберу за дешевле и как бы будешь шантажировать этим что а мне ж ну ну в любом случае я бы ему не продала конечно ну я не буду рисковать таким методом своими нервами и тратить свои нервы я написала что мне я общественное лицо социальное можете зайти посмотреть мне как бы не надо я знаю что я продавала вещи и отправляла в одессу помню музыкальный центр по предоплате на 500 гривень потом у меня были карнавальные костюмы когда мне был маленький магазинчик игрушек я отправляю на 3000 гривен человек отправил мне на карточку и ничего я знаю что я отправлю это меня обманывали ну на мелких там вещах ну типа я написала отдам даром и девушка слезно просила в село отправить отправила она за доставку мнение отдал один но я понадеялась что она мне пополнит баланс но она таки не пополнила то есть я не это не буду такой ерундой заниматься хочет человек значит есть варианты но пока тишина видимо значит какой-то аферист потому что сейчас только развелось всяких козлов честно говорю сразу когда-то у меня была лодка надувная и я ее продавала и как мне может пытался манипулировать я манипуляции вижу сразу я могу промолчать если если я не хочу выдавать мне неприятно что человек считает меня глупее чем он сам когда манипулирует мной я это сразу высекаю у меня это жутко бетит я вообще тогда этого человека уже не уважаю и понимаю что он давно так едой так нельзя конечно ну агрессивно нет в смысле над едой надо ласково едва чтобы она шла на поле так такая рыба жирная ну в общем я написала а мне на это объявление сразу пытались меня обмануть детский развод вы бы еще говорю дыбинку взяли да пошли как 90-х убивать но я люди настолько тупые что они считают что все вокруг люди вообще не умные их очень легко обмануть почему-то но это не так все ждем картошку разделим на две части в эту высочку одну котлету чуть-чуть рыбы это уже салат зафигачила опять помидоры нужно лук добавила яблока уже не добавляла тут было еще немного с прошлого раза потому что яблоко сильно сладость дает и хлеба у меня с мином ну такой кориандром все процесс запущен вот так вот производится смешивание краски для волос смешивание краски для волос для тех кто не слышит а так перемешивание кстати запах не вонючий как обычно от краски видеть посмотрим как она красит просто берется краска смотрится в зеркало и красится башка моя седая ну все процесс закончен могу сказать краски конечно очень притык прям притык притык прям супер притык как вам как мне короткая стрижка была такая прям не очень потому что у меня одно ухо вот так один глаз вот так если б я еще на носа была побрита это было птики ужас да ё-моё останавливаюсь но все покрасилась свет мне нравится такой каштан главное когда я помою голову высушить ее сразу я не знаю у меня раньше первые два раза раньше после стрижки волосы не укладывались теперь стали такими послушными привыкли наверно новой стрижки хороший цвет все вот такой цвет покрасилась вроде такой однотонной получился темно русы но на мой он такой вообще темный ну как получился ну как получился так и получился нормально пойдет пока что взвешивалась вообще я нифига не теряю даже вчера вообще все время я весело 86 200 вчера резко вдруг стало понятно что там в организме свои процесса 87 а сегодня 88 800 ну то есть ни хрена не уходит конечно же ну конечно же вы правильно скажете жрать конфеты тортики ну ничего будем как-то с этим жить да сейчас хочу пойти кофе выпить и купить танзила тренд потому что мне его надо пить три месяца этого два два сентября и все уже а август сентября она еще надо октябрь три месяца ногти у меня так выросли у меня никогда так не росли ногти я их конечно покрываю бесцветным лаком но все равно мне никогда они не росли никогда скорее всего таблеток мусорку надо вынести уже выше крыши все до встречи хотела вам показать гаишников он видите на дороге управляют что тут пробок наделали непонятно свистят полиция стоит сейчас у нас полицию набирают тех кому не лень короче он на перекрестке стоит и распределяет машина полицейская белая машина полицейская белая реально сейчас у нас полиция это любой каждый может стать набирают постоянно так что кто не знает там какие-то свои требования конечно конечно такая охватка тут что-то пооткрывало киоск киоск я этого не видела просто копейная наверное какая-то аренда и можно ввы на на ввы и на Кстати, кто знает, как снимать, чтобы не было полосок с двух сторон. Если я телефон переворачиваю, во-первых, неудобно идти, как убирать эти полоски? Такой программой, желательно с телефона, с амброида. Потому что я не знаю, как их убрать. Я бы рада, но не знаю. Короче, такая теплота. Да, вы знаете, я вышла и не собиралась никуда идти, думала. Не пойду никуда, надо больше работать. А потом вышла, и я не могу. У меня ноги просто понесли. И я иду в сторону вокзала железнодорожного. Там есть рынок, там могут быть грибы. И, короче, иду, просто ноги заносят. Туфли немного утирают вверха, потому что я быстро бегу. Ну, такое желание возникло. И все. Тут очень-очень-очень тепло. Настолько тепло, что хочется даже загорать. И бежать хочется каждый день. Просто уже как привычка. Не знаю. О, зеленый. Вот, друзья, в этом доме когда-то хотела квартиру. Не сильно давно построился. Может, лет пять. Просто мне нравится этот район. Ну, близко к ЖД, к автовокзалу. К центру. Вот так вот. Ох, сегодня солнце печет. Вот этот дом с этой стороны. Видите этот? Сейчас ближе. Который мне нравится. Я бы хотела на самом высоком этаже. Уже сходила на базар. Купила самовар. Вернее, купила грибов и помидоров. Ну, самый классный базар в этом районе. Тут всегда много грибов. Потому что тут приезжают осел люди. И сразу с поезда или с автобуса сразу на базар. И при том купила таких океенных. Видите, какая новенькая линия. Покрасили. Сейчас подождем, пока проедут. Я не спешу. Надеюсь, меня не собьют. А то видео не загружу. Вот танк и этот дом. Я бы хотела прямо на самом-самом верху. Вот там вот. В себе квартирку маленькую. Ну, уютненькую. В принципе, я бы хотела в любом. Ну, в Одессе, конечно, лучше. И на самом-самом верху. На сороковом этаже. Под небесами. Вот у меня волосы так блестят, наверное, на солнце. Короче, купила вот. Сейчас вам покажу. Грибы. Но дома уже покажу. Потому что... Тут неудобно. Люди шарятся, зыркают. Ну, домик прикольный. Мне нравится. Не знаю. Конечно, тут будет много грязи. Потому что она летает. Я уже жила как-то в центре. Грязи было очень много на москитках. Ну, тем не менее, можно... Вот там вот на верхушке. Одна квартира единственная. Для звезды. Вот там вот, видите? В самом верху. Окно нестандартное. Там, конечно, никто не живет, но... Наверное. Было прикольно. Ну, хочу, значит, будь. Что-то все линии пораскрашивали. Асфальт сделали. Кому надо, можно купить скутер, мопед. Тут прям под этим домом. Вот такие стоят зюзики. Ну, я лучше пешечком. Мотовело. Ну, велик бы, конечно, надо, но... Дорого. Может, кто хочет подарить за рекламу. Я бы с удовольствием... Погоняла. В общем, включила шагомер. Забыла опять... Включить. Но мне еще осталось где-то минут сорок до дома. Посмотрим, сколько за сорок минут я дойду. Сколько шагов. Потому что забываю. Надо вообще паузу не ставить. Пускай себе считают. Интересно ж. Там и калории считаются, сколько сжигается. И сколько шагов делаешь. Вот так вот. Так что сейчас иду кофейку выпью. Еще раз. Как же на улице офигенно. Я бы хотела где-то по лесу днями... По лесу днями ходить. Нет, только я не хочу заблудиться. Опять желание неправильное. Я хочу, чтобы... Сейчас загадываем с вами желание. Хочу, чтобы я много времени ходила по... Прекрасной погоде. Чтобы при этом много зарабатывала. Вот они красавцы. Красноголовики. Классно пахнет. Они прям как белые. Такие тоже тяжеленькие, хорошенькие. Как говорят рыбники, хорошенькие, классные. Вкусняшки. Наверное, нажарю. Потому что жареное самое вкусное. Крепкие. 60 гривен килограмм.